Я сейчас говорю о народах, которые приняли решение сопротивляться Богу и Божьим законам. И они возгревают и воспитывают и взращивают внутри себя зло день за днем поколения за поколением. Это было то, что точно было перед потопом. В шестой главе книги Бытия мы читаем, написано, что земля переполнилась злом, злодеянием. И там используется выражение слова Хамас. Это не просто то, что по-русски говорят грех от, в смысле, ошибка. Хамас обозначает зло, которое осмысленно, которое осознанное зло. На иврите есть несколько определений для понятия грех. Когда грех, в смысле, этот человек ошибается, его можно исправить. Когда говорится слово, применяется слово овон, или вина, то есть совершенная жертва Иешуа, которую он принес за нашу вину. Но есть еще одно определение для греха, то, что называется Хамас. Хамас нельзя исцелить. То есть, есть абсолютное проклятие. Это то, что произошло с тем народом, с тем населением земли, которое было перед потопом. Но в Евангелии Иешу говорит очень интересную вещь. То, что было во дни Ноаха, он говорит, будет так же и в ваши дни. О чем он нам намекает? Он намекает, что люди, которые все равно, они просто решили идти к кивуну Ра. Он говорит в том числе о том, что будут такие люди, которые осознанно будут принимать решение следовать за Словом. И против них выйдет суд Божий.